Друзья, привет всем! Сегодня 25-е часа, суббота, и что сегодня? Сегодня финал. Долгожданный финал. Мы шли к этому очень долго, очень долго, упорно. Я сейчас говорю, у меня мурашки по коже, но это капец. Я уже преодолел это. Хорошо, что я справился с психологией, нормально. Нервика нету, самое главное. Этот путь был у нас нелегкий, так сказать, на легкой ноге мы не прошли его. Нам очень сильно повезло с командой, с игрой против команды ФКС. Очень сильно повезло. Ну, дальше мы набрали обороты, как писал даже в группе Мастер Лига, писали организаторы. Мы набрали обороты, и мы заслужили выход. Не просто в полфинал, а доходим до финала. Уверена. Сегодня заряд у наших ребят. Огненный. К сожалению, Аунчика нету сегодня, но мы знаем, что он болеет за нас всем сердцем. Дальше в Турции. Приехали сегодня с нами болельщики. Да, сегодня дали возможность нашим болельщикам посетить наш матч. Стараемся для всех всем угодить. Очень много. Настроено хорошо. И дадим хороший заряд ребятам сейчас перед игрой. Да, мы постараемся вас не подвести. Сегодня покажем лучшую игру. Такую же, как в полфинале, наверное, это была суперская игра. Еще лучше. Постараемся сделать еще лучше. Погнали смотреть. Да, по старинке. Все заряжены. Погнали. Пацаны играли с этой командой. Помните, нелепые голы, без характера как-то вышли, без самоотдачи. Сегодня финал, да, я думаю, надо это быть. На зубах давайте так же. Не будем там по четверкам меняться. Будем по одному побоям. Пацаны, еб***ь, каждый мяч выгрызаем. Там пока не летим. У них-то молодые пацаны хорошо летят, обыграют. Помните, да? И плюс еще ветераны у них есть неплохие, которые борются, борьбу навязывают. Здесь встречаем плотника узко, узко. Пусть они туда в края дают эти передачи. С ним. Главное, середину не вывез. Давайте. Здравствуйте всем. Привет всем, уважаемые любители мини-футбола. В эфире Мастер Лига. Финал. Леогран Финаль. Матч между командами Форум и Твое Авто. Не, ну если сказать, что это волнительный матч, вообще ничего не сказать. Как будто это и так, кому собой понятно. И сейчас мы с вами понаблюдаем, кто же по истечении 40 минут станет обладателем заветного кубка и золотых медалей. Как говорили, неплохо достаточно. Для начала вышли. Уже потихоньку создаем, потихоньку прокарабкиваемся. Главное не поплыть. Главное слушать тренера. Главное встречать поуже. Хорошо. Хоть перехватил. Все. Хорошо. Хорошо. Хорошо было. Кременов. Кременов. Дутки, Дутки. Сегодня подъехали. Сегодня Форум вообще звал болельщиков. Организовал им транспорт. Шура пойдет, Шура пойдет. Молодец. Угол заработал. Умничка. Молодец. Большое спасибо болельщикам, что приехали сегодня нас поддержать. Для нас это лишняя мотивация. Лишний раз, так сказать. Прям гонит вперед. Понимая, когда вот там висит плакатик, вот там люди сидят, переживают, болеют. Это лишний раз заряжает тебя на большую победу. Поэтому спасибо вам большое. Надеюсь, в будущем будет все точно-точно так же. Ох, как Кочкин здорово мяч перебросил. Передачу на половых не смог сделать. Нам здорово уже сыграл в свою очередь Евгений Шаронов из команды Твое Авто. Макаров. Передач на Идиатулин. Идиатулин замешкался. И шавшим делает передачу. Кременов догоняет прям на линию. Удар. Здорово играет Хребтов. Вновь вовремя сложился. Александр половых. Ложный замах. Вот он умеет. Нормально. Нормально. Чуть-чуть не повезло Тёмику. Чуть-чуть. Но хорошо было. Половых. Перевод направо. Кочкин. Выглядит его обыгрыш. Удар заблокировал Кирилл Загер. Ну, на первых минутах он уже сыгран на Т5,5. Конечно, инициативой владеет Форум. Они больше проводят время не с мячом. Выграли, вышли в финал. Форум и вовсе обыграл чемпионов регулярки. Дорхал со счетом 4-2. Атака. Твой авто. Подправление. Мяч в воротах. Росим Идиатуллин подправил удар. Вот опять залетает какая-то непонятная вот эта ляпка. Опять неудачная совершенно. Просто какая-то вот... Ну, я не знаю, как это назвать, кроме как неудача. Котча сначала мяч потерял, потом не совсем удачный вынос. И такой отскок просто конченый, из-за чего неприятно. Боря уже пытался там выселиться и спиной, и головой, но... Очередной свой заход в Форум. Начинает. Баша появился на паркете. Шибанов. Перехват. И вот моментище. Александров тачит на подборе. Кто будет? В итоге через Шибанов Александров разыгрывает. Хотя спират так смотрел вперед, думал, сделал длинный заброс. Половых. Шавшин. С прокатом в центр смещается. Без нарушения правил Хребтов забирает мяч. О-ля-ля, уже середина первого тайма. Между прочим, Дударь. 13-й номер Дударь. Крепко стоит на ногах. Мяч в поле остается. Отскок. И Баша с размаху бьет. Чуть-чуть подрогнулся слева и гал. Неплохо пробовал. Нормально, нормально, Сань. Неплохо Баша. Сыграл красиво, но неэффективно в этом моменте. Ну и никого не на дальний не оказалось. Надо бы этот мяч принимать. А вот он, момент, удары, Александр. Вот так, да! Именно! Хорошо! Вот, правильно, Саша. Не стал ничего придумывать. Просто взял, ударил, забил. Все просто элементарно. Браво! Браво, парни! Давай, возвращаемся в игру. Иди Атулин передача в центр. Пошла обратно непередача на Иди Атулин. На третьего. Вновь мяч в ногах у Иди Атулина. Сразу три соперника у него висели. И на плечах, и перед ним где-то. Пошла передача на Александру Баша. Половых с разворотом уходит и бьет. Шуров хотел перебрасывать, но там такую глыбу хер перебросишь. Опасная борьба. Макаров, Кочкин и плечо, и высоко ногами дают поиграть арбитры. Открывая зону для продвижения партнера. Макаров. Мяч остается, что авто сзади бьет. Нееет. Шавшин разворачивается, натыкается на Иди Атулина, но нарушения правил здесь нет. Серег, ну, возможно и было что-то, но уже ничего не поменяешь. Я говорю, самое главное не выключаться. Полная координация. На протяжении всего. Мне это не повезло. Просто не повезло со стулком. Темик хорош, Тем, молодче. Соперники. Клеймёнов ждет подключения. Половых. Смещается в центр, мимо мяча. Махнул. О, это гол головой! Клеймёнов, Шавшин. Но это связочка рабочая. Рабочая связка. Сколько мячей они забили с передач друг друга. И тут замкнул головой Шавшин. Что это было? Я до сих пор не могу это осознать. Очень красивый гол. Мало того, результативный, он еще и красивый. Замечательно подключаться к атакам. Всегда может и разогнать, и расставиться. Помочь команде на чужой половине поля. И с численным преимуществом повладеть. Поукатывать. Убаюкивать защиту. И еще одна атака. Половых. Ну что это? Это гол! 3-1 по уроку. Половых решает этот момент. И тот же Даймал берет твое авто. Какой маэстро, а? Я бежал, как последний раз. В позаброшенном видео сказал, что Сашка вообще молодец. Нравится, что по мне играют. Очень сильно. Ну, как-никак, бывший профессионал. Может, нынешний фиг знает. Не расслабляйся. 0-0. Что за голы просто? Твое авто. С удовольствием бы заказали мяч в ворота форума. Загер. Загер смещается в центр. Его хвалят. Нет, сам падает. Алисандров завирает мяч в руки. Половых. Бас-центр Кочкин. Чисто отбор от Стеклова. Стеклов. Стеклов удар будет. Нет, Стеклов всеми правдами и неправдами. Выбивает мяч Клеймёнов за боковую. Сказал, в середине надо делать. До последнего играет Михаил Стеклов. Крайне самоотверженно. Идиотуллин. Сейчас пришлось покинуть паркет восьмому номеру. Капитан Михаил Стеклову, дабы немножко прийти в себя. Вот и борьба пошла. Хоть! 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 Две минуты остается играть в первом тайме. 3-1, напомню, счет. Два мяча ведет в форум. Ну и хочется верить, что твое авто сейчас все-таки найдет силы. Падение половых. Судя не свистят дает играть. Это вообще... Саш, по-моему, опять рубрика «Вопросы к суде от Баши». Стас, Стас. Это единственный судя, который мне объяснял все ситуации. То есть, если что-то было, какой-то у нас резонанс, дискуссия, он мне потом всегда объясняет. Шавшин борется. Макаров. А он здесь дохал. По ноге. Убез. Макарова. Кстати, не так много полов-то зафиксировано. Это всего лишь второй у форума. А у твоего авто вообще нет. А вот половых бежит вперед на первом мяче. Макаров. Пас на вратаря. Заброс у Вилл. Хриптов шикарный. Идиотулли на момент. Удар далю как не замкнул. Давай, судья, дай минуту. Кто непонятного, Ром? Ну, если ты здесь ближе, сыграй, не надо до них сюда бежать. Вот это, по-моему, и называется «Лавка горит», да? Значит, ты здесь, ты здесь, ты здесь. Для чего это туда уходит? Станы, судя, не надо. Черт мой ночью. Давай, давай, давай. Что тебе, Макар, что скажешь? Ничего не получается у нас. Черт не поиграть, на самом деле. Больше везет? Угу. Нам уже должны были тоже, конечно, хорошо. Смотрим, не мая. Я играю на удар. У нас много прохожих. Не, моментов больше, но таких полумоментов, короче, ударов как будто меньше. Нелепые ошибки будут. 25 секунд еще играть. Макаров уходит вправо. Идея Тулин тоже забегает. Бьет Макаров с дистанции, с дальней, но бьет выше. Борис Александров никуда не торопится. Понимает, его команда ведет. Ему это неинтересно. А вот так сделать на последней секундочке заброс, чтобы там побороться. Мяч в поле. Нет, все-таки аут. Свистнул арбитр. Это Михаил Чернов. Он находится на ближней к нам Бровке. 3 секунды. Ну, все, сейчас ничего не будет. Вот она, сирена. Тяжело, тяжело, на самом деле. Первый пошел. Прям неприятно. Борь, мамочек. Да так пока, нормально. Пока защита. Все наставления получим. Все рассмотрим. И будет попонятнее. Большая боль. Надо вот этих занавески. Играли же нормально, когда мяч контролировали. Все здорово. Оставьте их без мяча. Надо вот этих, для этих голодов, для чего. У нас остается минута, мы два раза теряем. Спокойно, подержите, выдернете их. Они выйдут на вас. Это удар лично. Мало атак создают. Ничего, я пока две атаки отпил. Мало пока создают. Нас пока накрывают. Хорошо живут у нас. Они, причем, когда мы третий забили, они включились. Они вдруг включились. И они, прям, быстро начали играть. Сначала в какую же игру. Боря, 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 Боря. Боря, Боря, бля, бля, на них. Правильно, правильно. Так и надо. Кочкин идет вперед самостоятельно. Бьет. Хребтов отбивает перед собой. И момент был у Клеймёнова, который и, похоже, Хребтов вновь сыграл. Здорово. Ох, какие болельщики там заряжены. Много коротких передач. Форма играет во владение. Хороший мяч держится. А вот тут вот ошибка Макаров. Ой, опасно. О, был, был. Не было, нет, не было. Честно, не было. Нет, нет, надо было мне снимать. Надо было мне снимать, но честно, не было. Было, было. Все просят судьи обратиться. Но нет, не засчитанных. Гол, фантом. Это чемпионат, это уровень чемпионата мира. 2010 года. Естественно, болельщики форма будут говорить, что гола не было. Но, я думаю, сейчас все переватывают трансляцию. Назад смотрят, чтобы убедиться, чтобы, правда, восторжествовало. Но момент уже заигран. Сэ ля ви. В атаке, в атаке проводят. Начало второго тайма твоё авто. Естественно, это логично. Им надо отыгрываться. Четыре минуты сыгранной. Всё, наш, спокойно. Вполне спокойно. Стали появляться удары. И Александров. Хорош! Тоже такой прыжочек для Спортэкспресса. Надо ещё забить. Надо ещё забить. Потому что, ну, ещё половина тайма осталась. И за 10 минут не смогли команду отличиться. Всё, поехали дальше. На перехвате половых. Да, вот она игра. Форма сейчас Кочкин. Кочкин, остановочка. Мяч под себя убирает. Направо смещается. Будет. Бьёт. Забивал. Кочкин, Кочкин. Вот только сказал забить. Забили. Хорошо. Молодцы. Нашёл моментик. Коча-го. Хо-хо. От штанги. Кочкин в дальний бьёт. Забивает. Но теперь посложнее, конечно. Главное, в команде твоё авто не сбавлять обороты. Пошли в прессинг. Ох. Мимо мяча махнул. Захаров. И три в два. Половых тоже мимо мяча махнул. Хребтов. Вот он. Аут. Заработали. Даймал. Даймал. Берёт команда. Твоё авто. Никита, займём. Дай. Дерай. 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 Нет. Не нравится. Камера. Видео запрещена. Камеру убирай. Камеру вырубай. Никита, ну коль фотографы тебя не снимают, давай хоть я тебе время уделю. Чё скажешь по игре, родной? Кажется, всё идёт как мы хотели. Главное не пропустить и забить ещё парочку. Хотя, хотя, для меня бы идеально, чтобы счёт так и остался таким же, потому что я подставил, что первый матч будет результативным. Мы закончили 4-2, здесь 4-1. Надо, чтобы так и осталось. Тогда я получу какой-то приз, который до сих пор не знаю. Даже я, как игрок, не знаю, что там за призы. А это ты как узнал про этот розыгрыш, родной? Эй, братан. В группе ИВК подписывайтесь. Ещё можно на Ютуб подписаться. Самая основная бойма это Ютуб и ВК. Кстати, да, согласен Роман, красавчик. А вот он пас и пустые ворота бьёт. Клеймёнов вовремя. Макаров немножечко вниз опустился по центру и быстро сыграли. Разумеется, нет никакого смысла затягивать. Своду мяча. Александров будет ли бить по пустым, бьёт. Ага, украшен. Хорош, бой, шабрайль. Очень хорошо. Дальше в угол. Захаров. Шаронов. Где Тулин. Иди, парк. Иди сюда, выливай. Удар. А подправить. И вновь действует в ворота. И это мяч. Мяч в воротах. 5-1. Артём Плеймёнов становится автором забитого пятого мяча. И это что-то очень похожее. Но вы сами понимаете на что. Вот она. Вот она. Брат, одна минута отделяет нас от этого приятнейшего события. Сейчас будут награждать за откровенно, точно приятную вещь. Но сушат последние минуты матча форума. Тут 15 секунд уже осталось, оказывается. Ну и, пожалуй, начнём поздравлять футболистов. Болельщиков команды форум с тем, что они становятся чемпионами пятого сезона премьер-лиги, мастер-лиги. За счётом 5-1 они одерживают победу над командой Твое Авто. И сейчас вот-вот получат большой кубок и золотые медали на свою шею. Поздравляем. Форум. Твое Авто не унывать. Достойнейший турнир провели. Игроки, ребята, для дебюта это вообще шикарно. Дошли до финала. Поздравляем футболистов обеих команд. Желаем им всего самого лучшего. А я с вами прощаюсь. Хотя сейчас посмотрим, что-то с ремонтом награждения. Узнаем. Какие-то какие-то индивидуальные награды получат. Спасибо за финал. Обненные матчи было интересно понаблюдать за вами. Поэтому давайте друг друга поблагодарим. Кландиром пятого сезона премьер-лиги признается Шавшин Сергей Каманов. Ну, хорош. Ну, заслуживаю. Ну, да, заслуживаю. Кофе еще кого заперемало. Сфера Большого Кубка пятого сезона становится команду «Твою оплачу». Ну, Кубочек, кстати, тоже. Ваня, светится, как бычится. Плохой, кстати. Ну, да, не заживляется. Ну, у нас как будто коллег по-премиальнее, понимаешь? То есть, тут не столько вид, сколько авторитет нужен. В том году мы его видели. Существителем Большого Кубка пятого сезона премьер-лиги признается команда «Форум». Хорошо. Как мы шли к этому? В этом году будешь пить пиво сейчас. Как мы шли к этому? Ну, наконец-то. Наконец-то. В том году мы на него посмотрели, а у него сядет. В этом забрали. Ты с «Газели» будешь с него пить, нет, Милы? Я с «Газели» пить пиво. Не, слушай, я выиграл большой Кубок с этим. Я, короче, Тём вообще отыграл гебать. Да, Тём вообще лучший, ну, блядь. Мужчина. Тём вообще легенда, да. Тёма легенда, Матвей. Тём легенда. У меня вообще клубный выиграл вообще. Понимаешь? Спасибо, дорогой. Насколько тернистый путь у нас был в начале, в групповом этапе, где мы не совсем уверенно шли. И как красиво мы подняли этот Кубок сейчас. Кл*** вообще. Ну, это событие. Я вас на секундочку оставлю, с командой отпраздную и сфотуюсь. Я говорю, полуфинал интересный был, понапряжный. Да, прям много там. А они, что-то там после 2-1, после 3-1 вообще походят там. Да, да, да. Да чё, классно отыграли сегодня, блядь. Мало, кажется, что некоторые сыграли, кто-то сыграл побольше. Ну, мы выиграли, уверенно. Но у команды была... Их была команда не в полном составе сегодня. Поэтому смотрелись лучше, сильнее. Физически мы смотрелись лучше. По моментам, то есть счёт по игре. Поэтому форум-чемпион заслуженно, считаю. Передаю слово коллеге. Получается, как и говорил, в прошлом интервью желал победы. Мы будем в финале. Так и произошло. Мы победили. На мой взгляд, Серёга сказал, что всё поделал абсолютно. Мы полностью сегодня переиграли соперника. Не дали им, не позволили ничего сделать. Ощущение было, что как будто они выдохшие, как будто они только что ещё одну игру какую-то отыграли. Мы просто физически их перебегали. На мой взгляд, мы отыграли хуже, чем в полуфинале. В полуфинале намного больше боя было. Жарче матч получился по нокауу. Нежели чем финал, к сожалению. Полуфинал был реально уровень Лиги Чемпионов. Полуфинал был сильный. О, кстати, у меня в этот раз нет вопросов. Возможно, из-за того, что мы мало взаимодействовали. По судейству к Александре Баши надо обращаться. Он у нас ответственный за судью. Ну, судей к Баши, к Саше обращайтесь. Он вообще в этом плане больше разбирается. Он их всех знает. Он с ними общается. Он там реф-реф. Они ему объясняют. То есть он Александр вам полностью расскажет по полусудить. Вопросов к судям у нас нет. Вопросов к судям у нас нет. Мы сегодня с ними не взаимодействуем. Да, конечно, лучший игрок наша команда. Наверное, Александр Половых. Толк номер один. Ну и команда все равно. Команда сделала свое дело. Да и Боря, на самом деле, среди моментов показался уверенно. Пару раз отбил. Вселил у нас уверенность. Короче, форум. Форум молодцы. Вся команда, все хороши. В целом, да. Вся команда сегодня боролись. Даже те, кто играл меньше, выходили и отдавались на поле. Это было заметно. Хотя, видно, что некоторые подрастроились. Но такова игра. Да что, я считаю, что турнир был интересный. Мы вышли с четвертого места Большого Кубка и стали чемпионами. Это непредсказуемый. Турнир получился в этом сезоне гораздо, чем, допустим, был, в котором мы играли прошлый турнир здесь. Мы выиграли, выиграли, считаю, заслуженно. Поэтому мы стали чемпионом. Да, интересно то, что Дурхаус в группе занял первое место, а мы четвертые. А в итоговой таблице Большого Кубка получилось, что мы заняли первое, а они четвертые. Странная схема, но хорошо, что все так получилось. В малом Кубке произошло так же, кстати. ГСС был восьмой, говорят, а они выиграли Кубок, а не стали пятыми. Поэтому не всегда результат в группе показывает настоящего победителя турнира. Главное, сбор команды. Чтобы всегда команда собиралась на все игры. Как бы здесь показывалось многие, что не приезжали на все игры. Бывали, другие команды смотрели, вообще не приезжали на игры. А это важный сбор, дисциплина. Надо, наверное, еще болельщиков отметить, которые сегодня приехали с Байнером, с Дуделками. Приятно на самом деле. Не прям огромное количество, не полный зал, но это чувствуется, поддержка. Это очень круто. Приезжайте еще, приезжайте почаще. Это очень важно для нас. Это действительно заряжает. Ставьте лайки, подписывайтесь. Форум чемпион. Будем дальше выигрывать, побеждать. Сейчас мы будем его обновлять, наливать в него пивчанского. Как-никак. Нас там ждут все наши болельщики. Всем спасибо. Давай вот так вот возьмем его кубок и просто в камеру переход домутипся. Типа концовка. Сейчас сломался. Ёб твою мать. Это попало на камеру? Забись, это будет нахуй серым экраном, блядь.